Мы совершим экскурсию во время. Почему во времени? Потому что мы будем осуществлять это на базе фотографий, хранящихся в Государственном музее истории и религии. Эти фотографии были сделаны не много, не мало, а сто лет назад. Известным исследователем греческой, восточной культуры Милле, это французский фотограф, который специально ездил на Афон, делал эти фотографии. Будем их сравнивать с современным положением дела. Зададимся вопросом, где же находится вот эта самая кара Афон? Вот вы видите перед собой карту какого государства сейчас? Греции. Греции. Действительно, Афон это гора, которая располагается в Греции, а конкретно на полуострове Халкидики, у которого так и называется три пальца. И вот один из пальцев, вот это и есть так называемая гора, святая гора Афон. Из мировых центров православия, который повлиял в том числе и на культуру нашей страны. В каком смысле он повлиял на культуру нашей страны? Вот если переключать дальше слайд, мы можем задаться вопросом, а что там находится на этой так называемой святой горе Афон? Вот это очень интересный такой термин, монашеская республика. Начнем мы со слова республика. Дело в том, что на святой горе Афон действительно эта часть, вот эта часть, третий палец полуострова Халкидики является автономной частью республики Греции, которая подчиняется непосредственно через губернатора Министерства иностранных дел. И охраняется Европейским Союзом как такая, в общем-то, особая территория на нашей планете Земля. Сейчас вы можете увидеть одну из фотографий столетней давности, где действительно изображены обитатели этой монашеской республики. То есть это вот те самые греческие, но там не только греческие монахи. И как в любой республике, конечно же, что есть там в столице. И также здесь вот я попытался, здесь вы можете увидеть, собственно, фотографию этой столицы, которая называется Корея, не путать с Кореей. Означается губернатор, который осуществляет светскую власть на этом полуострове, на этой горе Афон. А в чем она заключается? Собственно, в надзоре за порядком. Контроль полицейских, контроль, в общем-то, торговли и так далее. Там даже торговли, это очень важно. Но есть и духовная власть, церковная, которая осуществляется таким необычным органом правления, который называется священный кенот или протат. Дело в том, что стоит разобрать еще и первую часть названия монашеская республика. Она почему монашеская? Потому что состоит, в общем-то, и поделена между 20 монастырями. Эти монастыри имеют историческую ценность, свою историю, богатую, древнюю. Вы видите помещение священного кенота. Словно сказать, собираются вот эти почтенные, скажем так, старцы только два раза в год. Очень много правил и установлений. Одно из самых известных правил, что вход на гору Афон запрещен женщина. Так вот, действительно. А также до недавнего времени и подросткам в целом. Понятно, что там мужские монастыри располагаются. Но, кстати, вот по поводу из этого правила, вот стоит сказать об этом, существовали исключения. Во время Второй мировой войны беженцы вместе, понятно, с представителями женского пола, также скрывались на святой горе Афон. Дело в том, что правило гласило, которое тоже было разработано вот этим священным кенотом, точнее принято, что доступ запрещается тем людям, у кого борода не настолько густая, что там может застрять гребень. Представляете, да, насколько должна быть густая борода? Так вот, один юноша так хотел на эту гору, что проткнул этим самым гребнем свою щеку. После этого, конечно же, его пустили. Потому что вот такая решимость была. Поэтому, как мы видим, все-таки, действительно, установления фротата или кенота, они имеют такую ценность, но из них могут быть и исключения. Антоний и Пафоний. Дело в том, что монашество сразу дифференцируется, оно различается по нескольким направлениям. И первое направление, оно самое известное, и относится оно к Антонию Великому, это общежительное монашество, одной общиной. Это то монашество, которое является самым распространенным на сегодняшний день. Вот все монастыри, которые, монастыри, да, отсюда появляются, вы можете видеть, допустим, в России сегодня, это практически все последователи, вот, можно сказать, традиции Антония Великого. То есть, общежительное монашество. Пафон издревле считался еще всю христианскую экоху местом священным. Почему? Потому что это очень, с одной стороны, это очень высокая гора, 2000 метров, можете себе представить, да? С другой стороны, она была всегда не особо населена именно в силу своей гористой местности. Туда приходили люди, основывали различные языческие храмы, в том числе Афон, как считалось. Это один из титанов, которого Посейдон вот так вот отправил просто вниз, превратив в камень, который вот и называется Афон, гора Афон. Как вы думаете, кто изображен вот здесь рядом? По статусу. Император. Император, действительно. Дело в том, что христиане появляются на Афоне примерно где-то с 8 века, но это были такие отшельники, которые селились, в общем-то, небольшими группами. Но в 10 веке появляется вот этот человек, который говорит, а что, почему бы не организовать крупный монастырь на такой прекрасной территории? Но, как вы понимаете, просто так организовать крупный монастырь, это, ну, не всегда, в общем, нужны деньги. А у этого человека был покровитель, и не просто Абыктор, а сам император Византийской империи, которого звали Никифор Фока, или Фока, который и спонсировал строительство первого монастыря на святой горе Афон. Произошло это в 10 веке. Кстати, именно же в этом 10 веке на Афоне появляются первые, ну, как бы, скажем так, славяне, первые славяне. Богослужение занимает в жизни монахов практически половину дня. То есть, половину дня они находятся на богослужении, в Афонском. Потому что, фактически, любой день монаха начинается со службы. Встают они где-то в 4 утра, да, помимо этого дня. Ну, потом, после, соответственно, богослужения идут послушания, так называемые, труды, работы. Это трапезная или столовая, да. И в этой трапезной они, в общем-то, и совершают после богослужения сразу утреннего свой обед. Ну, а что же они едят? Ну, понятно, помолились, и давайте дальше посмотрим. Это те, скажем так, визитные карточки в плане блюд, которые можно встретить на Афоне. Давайте мы начнем с обычной трапезы. Что вы здесь видите? В общем-то, бобовые, действительно, долгое время на Афоне разрешалось растить только бобовые. Они питались различными, и оливки еще. Они питались знаменитым вот этим греческим блюдом соленые оливки, сосоленные оливки. И в том числе, вот такие нехитрые похлебки, изготовленные из гороха и других бобовых. Это, на самом деле, анисовая водка, которая называется агуза. Это тоже чисто афонский напиток. Но вот здесь стоит договориться, действительно. Может возникнуть такое ощущение, что они там вот только и делают, что эту афону хлистают. Представлен на картинке рядом с Рахат-Лукумом. Дело в том, что когда вы, если будете путешествовать по Афону, и придете в любой монастырь, кстати, прийти надо до пяти часов вечера, то вам предложат одну стопку афону и кусочки Рахат-Лукума. Но если вы не пьете афону, вам предложат, понятно, кого. Почему? Это знак гостеприимства. В конце концов, опять монахи собираются на богослужение, и после которого уже ложатся спать часов в девять или в десять вечера. Любому человеку предложат в специальном помещении, это вход в монастырь, который называется Архандарик, предложат вот такое нехитрое угощение. Зачем это нужно? Потому что часто переходы между монастырями совершаются пешком. Местность гористая. И люди действительно устают, и для того, чтобы поддержать как-то свои силы, одна рюк этой грузы спасает жизнь. Дело в том, что на Афоне, начиная с 18 века, с перерывом на 19 действует школа, которая называется Афониада. В 18 веке она действовала для уже достаточно взрослых, состоявшихся людей, которые хотели изучать богословие. Начиная с 20 века она действует для школьников, 10-11 класс. После окончания этой школы, которая называется Афониада, дети могут поступать в высшее учебное заведение Греческой Республики без экзаменов. Начина. Путь в любой монастырь на Афоне начинается непосредственно с посещения столицы. На Афон, несмотря на то, что это часть полуострова, все-таки прибывают по морскому пути. Либо через город Салоники, направляются на Афон. Да, в связи с чем это связано? Дело в том, что очень много монастырей располагается также в прибрежной зоне. Это во-первых. А во-вторых, считается, что вот эта дорога, которая сухопутная, она не очень удобна. Это тот храм, где собираются монахи на богослужение. В любом афонском монастыре вы найдете вот такое хранилище святой воды, в том числе, которое располагается рядом с храмом. Вход изображен, да, и архандарик. Вот видите, вот он, помещение такие, где вас будут поить узой, кагором и рахат-лукумом откармливать. Но также мощные стены. Обратите внимание, как вы думаете, зачем? На самом деле, в средние века Афон был любимой добычей пиратов. Он иногда считается второй по значимости обители Афона. И вот фотографии 100-летней давности примерно та же современная. Давайте да. Национальный монастырь появляется уже с 11 века на Афоне. Я говорю, что в 10 веке, при появлении первого монастыря, там уже есть славянские монахи. Но первый славянский монастырь, точнее русский именно монастырь, который можно назвать русским, появляется в 11 веке. И не случайно мы сейчас празднуем тысячелетие святой горе Афон. Русского присутствия на святой горе Афон. Хотелось бы подчеркнуть для вас вот это устройство монастырей. То есть давайте еще раз обратим внимание. Кафаликон, видите, да, вот в центре. Вот этот вот колодец интересный, смотрите, да, вот он уже с такой надстройкой. Это мощные стены, которые одновременно являются еще и жилищем для монахов, и в общем, где хранятся библиотеки и так далее, библиотека. Ну и вот вокруг монастыря, что мы видим, это различные такие сельскохозяйственные вещи. И вот русский Пантелеймонов монастырь, место, связанное с Россией на Афоне. После того, как Византия пала, Афон переживал не лучшие времена, вынужден был договариваться зачастую с подкупами, с султанами Османской империи. Но вот русские, русские государи, они всегда поддерживали Афон. И вообще в России очень любили вот эту святую гору. И не случайно к 19 веку даже поток русских монахов на эту гору настолько был широким, что из 10 тысяч монахов, проживавших на горе, 5 тысяч были русскими. К 60-му году там оставалось 5 престарелых монахов. Представляете, к 60-му году 20 века. 5 престарелых монахов по афонским правилам, если меньше 5 монахов там проживают в монастыре, то его уже можно закрывать и передавать греческой стороне. Вы видите, такая история была очень сложная, но ее сумел переломить человек, связанный с нашими местами. Это митрополит Енинградский и Новгородский Никодин Ротов, который являлся фактически вторым человеком церкви, который помогал, точнее не то, что помогал. Благодаря его действиям церковь хоть немного могла дышать в Советском Союзе, потому что, как вы понимаете, положение было немножко тяжелое. И он ходатайствовал о том, чтобы часть русских монахов все-таки смогла прибыть на эту гору. Один из них, кстати, один из тех, кто продолжал, точнее, начинал это дело восстановления вот такого из руин этого монастыря, умер совсем недавно, в возрасте 102 лет. Монастырь на Афоне отмечает тысячелетие свое, там проведены действительно работы по реконструкции, по восстановлению, в том числе и всех помещений, также библиотеки и так далее. И благодаря этому Афон сегодня, вот русский Афон, зажил новой жизнью. Вот это герб Афона. Понимаете? А как вы думаете, кстати, почему двуглавый орел? Этот герб достался от византийских императоров, если вы помните. И это тоже такая вот память о том, что и русская культура, она много впитала от афонской, да, вот и первые монастыри наши на Руси были тоже связаны с афонскими уставами. Об этом стоит говорить, об этом стоит помнить, ну и, конечно, для того, чтобы осмыслять и сегодняшнее какое-то положение вещей. Субтитры создавал DimaTorzok